Добрый день, друзья и гости моего канала. В этом видео приглашаю вас прогуляться по Блошиному рынку в Берлине. Я давно мечтала посетить немецкий Блошинный рынок, а тут выдалась такая удача. Основной целью поездки, правда, был не Блошинный рынок, а посещение Египетского музея. И оказалось, в субботу, когда мы были в Берлине, работает Блошинный рынок. И вот такая удача подвернулась мне, и, конечно, я ее не упустила. Причем этот Блошинный рынок оказался еще и не так далеко от того отеля, в котором мы жили. Приглашаю вас прогуляться по Блошиному рынку в Берлине вместе со мной. И осторожно, особенно впечатлительным. Очень много красивых вещей. В основном это антикварная посуда, картины, но также была и бижутерия. Я надеялась встретить на этом рынке брошку, выпущенную либо в Чехословакии, либо в Германии с кристаллами Aurora Borealis, но, к сожалению, такую брошку я не нашла. И вообще у меня ощущение было при посещении этого рынка, как у человека, который попал в зал ресторана, где очень-очень много вкусной еды, и вдруг он от этого обилия с грустью понимает, что кушать-то ему и не хочется. Так и я, посмотрев на все это великолепие, побродив по Блошиному рынку. Как-то, в общем, ничего особенного я и не купила, но об этом в конце видео. Итак, приятного просмотра! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Что же я хотела найти на Блошином рынке в Берлине? Я хотела найти похожую брошь. Вот такая сияющая прекрасная чехословацкая брошь. Брошь 60-70-х годов с кристаллами Aurora Borealis. Очень красивая, очень сияющая. Светлый металл, подвески. Но я ищу подобную брошь, но без подвесов и большую по размеру. Мне надо закрыть гештальт. Я когда была маленькая, то мне очень нравилась подобная брошь. Она была крупная. Там были крупные и мелкие кристаллы Aurora Borealis. И она меня просто завораживала. Я очень хотела эту брошь, но никто мне ее не подарил. И теперь я решила, что я уже взрослая девочка, выросла и могу подарить себе такую брошь сама. Но, к сожалению, найти брошь такую же точно, вот как та, которая мне нравилась в детстве, я пока не смогла. Ищу, надеюсь. У меня их несколько. Сейчас я вам покажу еще одну, которую нашла. Еще есть, по-моему, две, но я их пока не нашла. Как найду, я вам покажу. Вот еще такая. Здесь желтый металл и более длинные подвески. Ну, красота. Я эти броши не ношу, я ими только любуюсь. А купила я на блошином рынке в Берлине грампластинки. Грампластинки – это как книжки. Можно купить себе электронную книгу. Но я предпочитаю читать бумажную. Можно музыку включить на компьютере, но приятнее поставить грампластинку. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пишите в комментариях, что вас заинтересовало на блошином рынке в Берлине. Не забывайте поставить лайк. И до новых встреч!